В эфире новости экономики в студии Александр Новиков. Здравствуйте! Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. По итогам первой половины недели российские фондовые индексы смогли продемонстрировать позитивную динамику. Индекс ММВБ поднялся более чем на 2% до 1954 пунктов. Индекс РТС подтянулся аж на 3%, преодолев отметку 1020 пунктов. Нефть марки Brent по итогам первой половины недели выросла на 1,9% до 47 долларов 70 центов за баррель. Золото к закрытию среды прибавило 0,6%, закрывшись в районе 1220 долларов за тройскую унцию. Доллар за три торговых сессии снизился на 0,7% до 60 рублей. Евро также потерял 0,4%, закончив торги среды в районе 68 рублей 80 копеек. Лето на российском рынке традиционно не отличается интересной динамикой. Можно сказать, что рынок залегает в своего рода дрейф. Дивидендные истории уже практически отыграны. Еще неделя-две и реестры акционеров будут закрыты. Сильных сигналов к росту на рынке энергоносителей пока не наблюдается. До конца лета, возможно, нефть сумеет закрепиться над отметкой 50 долларов за баррель марки Brent. Но в целом в ближайшей перспективе нас ждет коридор 48-52 долларов. Разумеется, на российском рынке всегда есть отдельные интересные инвестиционные идеи. Однако с учетом текущей обстановки специалисты рекомендуют не ограничиваться только отечественными бумагами. В конце концов, мы живем в глобальном мире. Доступ к иностранным ценным бумагам из России открыт. И почему бы не разбавить свой портфель, скажем, американскими акциями. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют установленный Центробанком России на 14 июля. Доллар 60 рублей 18 копеек. Евро 68 рублей 81 копейка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова